Привет, ребят! Меня зовут Артём, и это новый выпуск Дискасса на канале, немножечко в другой обстановочке, потому что теперь всё слегка поменялось. Так вот, Дискасс, если вдруг кто не знает, это рубрика, где я разговариваю с вами без подготовки какой-то определенной, без заранее прописанного сценария, на совершенно разные темы, не обязательно связанные с кроссовками, модой и всем таким прочим. И вот сегодня я бы хотел с вами поговорить на тему апатии, прокрастинации, лени и как всё это в себе побороть. Точнее, не как побороть это и изрубить на корню, а просто заставить себя что-то сделать в момент этого состояния у себя. Я не психолог, поэтому я сейчас не буду рассуждать о природе всего этого, не буду проводить какой-то глубокий анализ, почему вы чувствуете себя так, а почему вы чувствуете себя так. Я думаю, что это за меня сделало уже огромное количество людей, намного более успешно и удачно. Я сейчас буду говорить конкретно о том, как найти тот момент, когда ты, находясь в этом состоянии, можешь себе сказать, да, это мне нужно сделать, я сейчас пойду и это сделаю. Я не сразу пришёл к этому, собственно, поэтому я и записываю этот ролик, чтобы поделиться с вами тем, как прийти к тому, чтобы заставить себя что-то сделать, когда ты не хочешь ничего делать. У меня эта проблема была, как я уже и сказал, довольно долгое время. Я думаю, что, наверное, несколько лет у меня длилось это состояние. Я, честно говоря, не знаю, как его точно назвать. Это могла быть депрессия, это могла быть апатия, это могла быть просто прокрастинация или какая-то лень. Но у меня довольно продолжительное время было состояние, когда я не хотел делать ничего. Я просто занимался другими вещами, просто лежал на диване, ещё находил какие-то отговорки, чтобы не делать это, какое-то дело, которое мне действительно нужно было сделать. И это продолжалось, как я уже сказал, довольно большое количество времени. Я это била по мотивации очень сильно, потому что ты, с одной стороны, понимал, что тебе нужно что-то сделать, я не знаю, подготовиться к экзамену, условно говоря, потому что это важно. У меня была ситуация, когда я вот лежал и просто понимал, что если я сейчас не подготовлюсь к экзамену, я могу там пойти на пересдачу или вообще вылететь, но с другой стороны, я как бы понимал, что я не хочу этого делать. И типа, ничто в мире меня не заставит это сделать. Это отвратительное состояние. И, как я и сказал, оно очень сильно бьёт по мотивации, потому что морально ты падаешь духом, ты начинаешь ощущать себя немножечко не то, что хуже остальных, но как бы в роли догоняющего становишься. Вот. И как пример, как пример, я уже сказал, да, про какие-то экзамены и всё такое прочее, когда действительно нужно там усердно сидеть, готовиться, а ты начинаешь там, я не знаю, проходить игру, которую никогда в жизни бы не проходил, но просто тебе надо чем-то себя занять. Начинаешь читать книжку, которую никогда в жизни бы не читал, но просто надо почитать, да, там, в интернете начинаешь серфить, ещё что-нибудь серфить, господи, мне как будто 45. Вот. Если я найду, вот здесь на монтаже появятся скрины пабликов ВКонтакте, аккаунты в Инстаграме, которые я создавал, когда пытался занять себя чем-то в моменты вот этой вот прокрастинации, апатии и всего прочего. Это были такие мемные паблики, там, дело с... были рисунки, ну, в общем, вы увидите, да, я на монтаже, думаю, вставлю. Вот. И как раз, когда я начинал этим заниматься, когда я вот каждый раз начинал новый паблик, я его создавал просто, чтобы отвлечься, а потом не продолжал, да, условно говоря, потому что, ну, как-то лень, и типа... Я как бы отвлёк себя, да, этим на какое-то время, и всё, и чёрт бы с ним. И всё поменялось, когда я начал вести канал. Очень сильно поменялось, потому что я понял, как это работает в моём случае. Как раз я сейчас об этом вам и расскажу. Может быть, у кого-то это получится сделать так же, как и у меня это произошло. Я понял, как у меня это работает. Я могу что-то сделать, вот, в состоянии апатии, прокрастинации, лени и прочего, когда это что-то даёт мгновенный, хотя бы небольшой результат. Я сейчас объясню, как это работает. На примере канала. Вот я создал канал, да, условно, в феврале. Там, в марте была уже... были уже первые, там, условно, 500 подписчиков. И я вижу этот небольшой результат. Он небольшой, потому что на 500 человек это немного для Ютуба. Вот. Я вижу эти 500 человек, и я вижу, что каждый день по крупице, по одному, по два, может быть, там, по 50 человек сразу, вне зависимости, в зависимости, точнее, от того, какое видео и прочее, приходят новые люди, и вот этот показатель, он увеличивается. То есть мой прогресс, мой успех, так скажем, в деле, он вот так вот увеличивается небольшими, но шажками. И тогда я понял, как мне стоит подходить к разного роду... к разного роду работой. Работе. Работать. Вот. Я начал во всём так. Начал использовать этот принцип в любой работе. Я, когда работаю, например, да, ну, в смысле, по профессии, я имею в виду, я применяю тот же самый принцип. Теперь, да, когда мне какое-то задание присылают, да, просят что-то сделать, я сначала беру, окидываю это задание взглядом, и уже теперь, не как это было раньше, да, раньше я просто окидывал взглядом вот это всё задание, и думал, блин, здесь столько всего сделать, да, и как бы... Я сейчас начинаю делать это по крупице. Я сначала сделал небольшую часть, ага, сделал, всё, галочку поставил. Сделал вторую часть, галочку поставил. Сделал третью часть, галочку поставил. И так, получается, всё задание у себя выполнено. Ну, опять же, как и с каналом, да, сейчас 500 подписчиков, там, 1000 подписчиков, вот уже сейчас, например, 5000 подписчиков. И я знаю, что будет больше, да, и это меня подпитывает, потому что я знаю, что прогресс, он ещё будет. Вот, и этот принцип, он действительно помог мне воспрянуть духом, так скажем, да, даже если я нахожусь в каком-то ленивом, апатичном, отвратительном состоянии, когда ничего не хочется делать, а делать нужно много и всякое, я вспоминаю, ну, в голове у себя включаю этот принцип и делаю по чуть-чуть, немножечко, но делаю. Вот. И ставлю себе такие, знаете, небольшие микроцели, что ли. Ну, то есть, в моём случае важно, чтобы я видел результат вот сразу сейчас. Да, и когда я разбиваю дело на несколько частей, я как раз вижу этот результат вот прямо сейчас. И это очень здорово помогает. Собственно, к чему я это всё веду? Ребята, у которых, которые сейчас смотрят это видео, у которых такая же проблема, я вам очень настоятельно советую попробовать эту штуку прямо сейчас, после этого видео, в том моменте, когда вы начнёте заниматься каким-то делом, если у вас вдруг сейчас экзамены будут в декабре или ещё что-нибудь, я вам советую очень попробовать именно так поступить. Это очень-очень помогает. Вот. Не откладывайте это на долгий ящик, опять же, не включайте свою апатию, прокрастинацию и прочее, не включайте её, не откладывайте в долгий ящик, не говорите себе, что да, способ, конечно, хороший, наверное, недельки через две попробую. Нет, вы берёте и делаете это сейчас маленькими-маленькими-маленькими-маленькими-маленькими шажочками. Растягиваете его как бы, да, но при этом вы его выполняете. Собственно, это, наверное, всё. Я буду очень рад, если вы поделитесь в комментариях тем, как вы боретесь с прокрастинацией, ленью, апатией и вот этим вот всем, как вы заставляете подняться себя с дивана и что-нибудь сделать, потому что я думаю, что способ, который применяю я, он не единичный и вряд ли он какой-то научный. Возможно, он работает только со мной, вот, и, возможно, у вас есть какое-то свойство, способ. Так что напишите об этом обязательно в комментариях, может быть, ваш способ пригодится кому-то ещё. На этом я заканчиваю. Увидимся в новом ролике, в новых дискансах. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите обязательно в комментариях. Покажите это видео другу, который тоже страдает от такой штуки. Скоро увидимся. Пока. А это нормально, что я видос записал за 5 минут?